Воскресение из мертвых Воскресение из мертвых Реально видели его ученики Потом увидел его гонитель Савл, ставший апостолом Павлом Потом очень многие святые его видели И Силан Афонский его видел в XX веке Когда уже унывал и думал, что Господь неумолим То сам Господь Иисус Христос ему явился И он старец Силан свидетельствовал, что Бог есть любовь неизреченная Настолько лик Христа сиял вот этой удивительной любовью Несказанной любовью, которую не передать человеческими словами То есть есть воскресение И как сам Спаситель воскрешал еще при жизни Сына Наинской вдовы Потом 12-летнюю отраковицу Дочь Яира, если не ошибаюсь Потом, конечно же, вот этот самый сложный вроде бы случай Четырехдневного Лазаря, когда уже тление, запах разложения Все уже куда-то мне сказал, открывайте, да И Лазарь, иди вон, выходи И Лазарь воскрес И есть воскресение из мертвых А реинкарнации никакой нет Есть только обольщение бесовские Когда бесы кому-то внушают как бы воспоминания И все вспоминают себя какими-то там великими людьми Князьями, высокопоставленными Вот никто почему-то не вспоминает себя простым крестьянином Который там собирает или возделывает землю В простом таком тяжелом, кропотливом труде Все хотят себя вспоминать, несомненно, великими людьми То есть это демоническое обольщение А священное писание в послании к евреям в 9 главе Там прямо сказано, что человеком положено однажды умереть А затем суд Но на самом деле На самом деле Вообще вот именно Христианский взгляд Он и содержит в себе Вот подлинную ценность Почему так? Вот объясню Допустим, даже взять, если какие-то дети умирают Вот вифлеемские младенцы Они вроде бы погублены для этой временной жизни Но земная жизнь быстро пролетает И самое-то главное Они сподобились счастью быть с Богом А впоследствии Господь воскресит их тела Этих вифлеемских младенцев И они будут вместе со Христом в вечной божественной славе А реинкарнация — это что такое? Реинкарнация — это полное упразднение Твоей личности Вот какой она была в предыдущей жизни На самом деле Реинкарнация Вот как такая восточная идея Она родилась В таких религиозных системах С индийскими корнями Где весь мир Рассматривается как некая иллюзия Не как реальность То есть есть некий вот Выше божественный абсолют Который сочиняет как бы сон Брама Вот так они говорят Что вот Брама Вот это высшее божество Спит и видит сны И вот эти вот сны Это и есть история нашего мира На самом деле его нет Этого мира никакой Он нереален А это просто сновидения И вот такие сновидения должны прекратиться И когда кто-то, допустим, прожил свою жизнь Поскольку это все иллюзия То и сама личность человека Тоже иллюзия, нереальность Вот она исчезает Но так как ты был слишком привязан К этой земной жизни Вот впоследствии твой атман Некое вот первоначало Как бы некий аналог души Он возвращается в эту опять В этот круговорот этой земной жизни А конечная цель Это все равно Раствориться Либо в нирване Либо в самадхе Как в индуизме говорится То есть В полном Бытийном Таком Бытийном ничто То есть упразднение Полной личности Так вот Христианство Оно свидетельствует о том Что вот как реален Бог Так реален созданный им мир Потому что Господь не творит Какие-то иллюзии Какие-то сновидения Он не режиссер Космического театра Где разыгрываются Какие-то сцены Он творит реальный мир И каждый человек Это уникальная личность С неповторимой бессмертной душой С образом Божиим В самом себе И даже если Твоя жизнь внезапно прервалась Как казалось Ты не реализовал себя Здесь Так, как мог бы реализовать То все равно Господь восстановит Именно тебя Не так, как это Вот какие-то реинкарнации Где ты то человек То собачка То мужчина То женщина То какая-нибудь хрюшка То жираф Кто угодно То растение какое-то То таракан А в конце концов Ты вообще ничто Потому что это все иллюзия А вот в христианстве Нет Тебе дано Одно тело И одна душа Из-за того, что ты согрешил Мы, люди, согрешили Утратили рай То да Мы Невольно Расстаемся С нашим телом Зато Впоследствии Господь Восстановит Как он сам Воскрес И тело его было Светоносным Нетленным Вот так И каждый человек Будет восстановлен Для бессмертной Вечной жизни И об этом говорится В первом послании Коринфянам В пятнадцатой главе Так и при воскресении Мертвых Сеется в тлении Восстает в нетлении Сеется в уничижении Восстает в славе Сеется в немощи Восстает в силе Сеется тело душевное Восстает тело духовное Сейчас у нас у всех Очень болезненные Немощные тела Мы очень привязаны К своей физиологии Когда надо ходить В туалет Когда надо спать Отдыхать Лечиться И вот этот физиологизм Он преобладает В нашей земной жизни Потом во время Какого-то несчастного Случая Или трагического Течения обстоятельств Жизнь прервается Но Если и при этих немощах Ты был верен Богу То Господь Тебя не просто воскресит А он подаст тебе Еще и свою Божественную славу Поэтому Посеяно тело Было в немощи А восстанет оно в силе Посеяно оно было В уничижении А восстанет оно В славе И Тела воскресших Людей верных Господу Приобщаться Славе воскресшего Христа Ну а так Конечно же Все люди будут Несомненно воскрешены Каждый получит То что он заслуживал То к чему он стремился И самое главное Отличие между христианством И вот этими Индуистскими религиями В том что Индуистские воззрения Они фактически Упраздняют саму Реальность Человеческой личности То есть там целью Твоего пути Ставится растворение Либо в самадхи Либо в нирване А христианство Говорит об обожжении О том что Твоя личность Она не исчезнет Наоборот Она станет Более Стойкой Она станет Более прочной Потому что Тебе вернется Тело И ты призван К неизреченной жизни В единении с Господом А во свете Божественной благодати И сама Твоя личность Станет Более славной Более значимой Вот И досподобит нас Господь Достичь этого В вечном Бессмертном Бытии